Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 февраля 2016 года вторник По одному из старинных 26 день Месяца в юг и стужа 7524 лета понедельник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Почему хрустят суставы Исследование статьи Обзор мифов главной соведущей Уже хорошо вам известной Виталий Казакевич, казак Костоправ Здравия, Виталий Добрый вечер, уважаемые пользователи этого радио Ну и ведущий Добрый вечер Хорошо, что меня не забыл Итак, тема достаточно Можно так подумать с первого взгляда Банальная, потому что Хрустят они суставы Что есть такого-то? Похрустели и перестали Или здесь что-то такое есть Более потаенное, о чем нам следует поговорить? Ну потаенного на самом деле Для знающего, сведущего человека Который имеет образование Ничего нету Но, как правило, таких людей мало В основном люди не задумываются об этом Живут свои жизни, да и живут Хрустит, да и хрустит Утром больше Там После каких-то нагрузок Еще и болят Вот Поэтому Эту тему, я думаю, стоит Один раз обсудить Везде написать какие-то статьи Снять видео Снять вот эфир И все Потом давать людям слушать Они будут это читать Делать какие-то выводы Упражнения Как-то правильно стараться питаться И тогда будет все нормально Рецепт очень прост Значит, так ты хитро подводишь От питания к костям От костям к хорошей жизни Ну, давай попробуем разобраться В чем же такая интересная У нас взаимосвязь Почему питание На первый взгляд Связано с хрустом И вообще хруст Что это опасно Разве Ну, многие просто сядут Там хрустят Иногда так говорят О, хрустануло там что-то Здесь хрустануло Ну, давай сначала Тогда разберемся Какие бывают хрусты Ну, давай по порядку Бывает первый отрезк Это звонкий Двухтональный звук Возникающий Как правило По физиологическим Причинам Но он может быть Так же сам От каких-то заболеваний Второе Бывает Щелчок Или чпок Они такое Чпок Чпок Этот звук Возникает При перекатывании Суставной связки Больше уже у стариков У которых Успел развиться Артроз Или коленных суставов Или локтевых Там позвоночники И в отличие отрезка Он имеет Другой звук И чаще И чаще возникает При таких заболеваниях Как Я уже сказал Артроз Остеохондроз Старческий Там Коксартрозы Бывают И так далее Тому подобное Артриты Опять же Вирусные заболевания Бывает скрип Скрип Это звук Трущихся поверхностей Он чаще Вызнан Тем Что Истончаются Вот сами полости Вот Суставы Наши все Имеют Еленовый хрящ Походу Мы будем Так чуть-чуть Анатомию Разбирать Вот И вот этот Хрящ Он Стирается С течением Времени Ну В стареем Мы все Понятно Не все Не все Правильно Питаются Не у всех Нормальная Адекватная Физическая Нагрузка И вот Многие будут Удивляться Но у спортсменов У активных Спортсменов Эти хрящи Стираются Быстрее Гораздо Быстрее Потому что Очень Активный Образ жизни Ведут Спортсмены И как правило Все профессиональные Спортсмены 35 лет Уходят Из большого Спорта Вот одна Из причин Футболисты Футболисты Это первая Группа Футбол Баскетбол Это колени Это Голеностопы Плюс Разрывы Связок Травмы И так далее Вот это Скрип От повреждений Потом бывает Пятое Приглушенный Такой стук Вот Он характерен Для суставов Тоже Со своеобразными Заболеваниями Но как правило Это заболевания Хрящевой ткани Вызванные Артритом Или же Артрозом Или же Есть такое Артрозоартрит И то и то Вместе Вот Ну и бывает Конечно Звук Разрыва Вот Это травматический Звук Когда рвутся При травме Связки Все кто занимался Спортом Знают Я вот допустим На карате Рвал сухожилия Я слышал И чувствовал Этот звук У меня потом Семь лет Нога болела Не разгибалась Вот Кто занимался Спортом Знают Что такое звук Рвущихся Связок Мышц Тканей Поэтому Звук Бывает разный И если У простого человека Который ведет Обыкновенную жизнь Есть какой-то звук И он не приносит Никаких болей Никаких Либо там Как бы Заскок В суставе Бывают В локте Заскочил Да Сустав И вот Вот он болит Вот он Ну не сильно болит Но такое чувство Дискомфортно И человеку хочется Так рукой дернуть Правда бывает такое Да? Да, бывает Человек так дернет Или рукой Чтобы локтевой Или вот в колени И оно щелкнет И потом Оп Чувствуешь облегчение Вот это Как правило Заскакивает Сами суставные поверхности Или они залежатся Или мы как-то неправильно Будем иметь опору Вот И суставные поверхности Входят в маленький блок Поэтому При работе локтем Мы чувствуем Как бы Трение И вот этот дискомфорт И нам надо дернуть Эту ручку С лионца И блок Убирается И Сустав начинает Работать свободно То есть Нельзя сбрасывать Со щитов Вот эти вот Обыкновенные Пожизненные Физиологические блоки Которые возникают Как правило У всех А вот Давай сразу Вопрос задам А вот так Ты сидишь Долго-долго За компьютером Многие рассказывают Сижу за компьютером Спиной так вправо Лево В позвоночнике Хрусь-хрусь Хрусь Все На место Как бы так Встал Вот это что такое Значит Это обыкновенная Долгая Статическая поза Во время которой Происходит Затекание Мягких тканей То есть Во время Статической позы Без движения Мышцы не работают Это понятно Естественно Мышцы Не качают Кровь А Наши Все суставы Питаются За счет Окололежащих Тканей Мышц Связок И так далее Ну Самое большее Через мышцы Потому что Мышца Самое большее Прокачивает кровью И вот Если мышца Не работает Не поступает Новая кровь Естественно Не поступают Питательные элементы С ней Кислород Белки Гормоны Да И происходит Что нет Питания Сустава И сустав Без Должного Питания Без должного Доступа Кислороду Что в нем Происходит В нем происходит Закисление Без кислорода То есть Идет Анаэробный Распад Метаболический Распад Ну что такое Анаэробный Без доступа Кислорода Анаэробный С доступом Кислорода Анаэробный Без И в результате В этом суставе Происходит Во-первых Мелкая крепатура Из-за 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 Долгой Статической Позы И Происходит Закисление Суставной Жидкости Вот Это Очень важный Элемент Всех Наших Суставов Внутри Каждого Сустава Есть Суставная Жидкость Ее Очень мало Во всем Организме То есть На все Суставы Человеческого Тела Взрослого Ну Порядком 75-80 Килограмм Человек Если весит Где-то Около 30 грамм Представляешь Как мало Где-то Вообще Ничто Да На такой вес 30 грамм Но может У 100 килограмм Человека Будет ее На 5 грамм На 10 Больше Но это все равно Ничего Не факт Может быть Там Просто Больше жира А все остальное В том же пропорциях Может Быть И вообще Ее мало И вот Тогда Получается Что Суставные Поверхности Которые Покрыты Еленовым Хрящом Очень Близко К друг К другу Приходят Этой жидкости Нету И они Начинают Тереться Друг от друга И тоже Будет Хруст Так вот Эта жидкость Самое главное Что она дает Она дает Не только Скольжение Сустав Но она Дает Внутрисуставное Давление И этим Давлением Две Суставные Поверхности Друг от друга Отдаляются Тем самым Нету Трения Понимаешь Вот Самое главное Оно дает Давление А Давление Она дает Вот как раз Когда движется Когда сустав Работает Вот там Происходит Статикодинамическая Нагрузка Жидкость Ходит Заходит Кислород В результате Образовывается Длительными Такими Биомеханическими Процессами Давления Поверхности Отдаляются Друг от друга И не хрустят А если мы Долго сидим Естественно Они сплющаются Близко прилегают Друг к другу Трутся И вот мы Когда встаем Нам надо Покрутиться Они прохрустят То есть Это норма Чтобы так Подвигаться Вправо Влево Прокрутиться Это все правильно Норма у всех животных Даже если мы Посмотрим на собаку На кошку Она долго спит Она потом Просыпается Прогибается И она будет хрустеть Не только люди Все будут хрустеть Такие потягушки Получаются Да Можем посмотреть На своих домашних Любимцев Питомцев То есть Вот такие Хрустики небольшие Это норма Дальше Многие люди Пальцы себе Так подергают Чтобы они похрустели Здесь что скажешь Типа вот так Да Типа Типа Да Это нормально Если их не сгибать А тянуть вперед Как делают все йоги Вытягивать Вытяжка Но хруст в пальцах Уже доказан Что не вредно Американский доктор Дональд Ангер В течение 50 лет На одной руке Хрустел пальцами А на другой нет Потом сделал снимки Все Рентген И было показано Что никаких Изменений Не произошло На той руке То есть Это уже доказано Он кстати Получил Шнобелевскую премиум За это Какой терпеливый доктор 50 лет Кстати в одних источниках Написано 60 Других 50 Вот И я заходил Специально на Американские Источники И на одном Было написано 50 На другом 60 Я удивился Поэтому своей статьей Я привел Все эти источники Статью можно На моем сайте найти Они тут английские Это 8 9 10 Пункт Как раз Об этом докторе Но Факт остается Фактом Не только он Доказал Что ничего страшного Не будет Если мы не будем Перегибать Сквозь силу То есть Можно и поломать Жишь этот палец Правильно Я прозанимался Айкидо Я знаю Приемы Когда давишь На фалангу И просто Ломаешь палец Вот Стивен Сигал Очень любит Делать приемы Юбидоси Называется По-японски Боль через пальцы Поэтому тут Надо разумно Подходить Да давай Про Сигал У садистов Не будем рассказывать Хотя симпатичный Мужик конечно Там показывает Интересные вещи Но все-таки Садистом Схватит кого-нибудь И начинает Так водить На самом деле Он добрый Да добрый Он просто Вас скушает Он вас бить не будет Ну хорошо Ладно Давай тогда Перейдем сразу Наверное К проблемам А вот Что нельзя делать Какие тогда Звуки На что они указывают И самое главное Как от этого Избавляться То есть уже будем Переходить теперь От общего К частностям Ну значит Опять же повторюсь Нельзя делать Что-либо Через боль То есть нельзя Преодолевать Вот этот Функциональный барьер То есть если мы чувствуем Что этот барьер есть Но нам хочется Еще Что-то дальше Потянуть Согнуть Хрустнуть То лучше сделать Разминку На сустав То есть Обыкновенная Гимнастика Зарядка Покрутить сустав Стряхнуть Сделать Масажик Может какой-то Мазью воспользоваться Вот И после После этого Продолжить Эти упражнения Ни в коем случае Через боль Не делать Ни в коем случае Не просыпаться Очень резко Нельзя Вставать Утром С постели И сразу Бежать Куда-то Надо Как все Животные Потянуться Покрутиться То есть Дать Мышцам Связкам Суставам Проснуться Дать им Маленькое движение Чтобы В них Пришла Свежая кровь И принесла Кислород Потому что За ночь Мы тоже Залеживаемся Всем известно Если человек Долго Поспит На боку Или руку Как-то Она потом Аж Не имеет Позы Надо Менять Надо Менять Позы Крутиться Во сне Это Хорошо Ну так Все-таки Давай Теперь Каким-то Проблемам Ясно Что Не надо Резко Ничего Делать Понятно Что Не надо Как в армии Вскочил Сразу Ломанулся Куда-то Что-то Бегать Сначала Потянуться Расходиться Но Все-таки Может Тогда Какие-то Вопросы Начать Что касается Суставов Я хотел бы По питанию Сказать Потому что Многие люди Не знают И Может Даже Не догадаться Что Правильное Питание В первую очередь Звук Звук Производимый Суставами Хрус Зависит От питания От Зачелачивания Организма Вот Я уже говорил Что Все суставы Имеют Жидкость Так вот Вот эта Суставная Жидкость Имеет Свой PH-фактор Приблизительно Он равен 7,8 Вот То есть Это Слабо Щелочная Среда Но Она Может Клебаться В очень Маленьких Пределах Ну Как в принципе Вся среда В нашем Организме Если В нашей Пище Очень Мало Зелени То есть Тех продуктов Которые Нас Защелачивают То Вот эта Суставная Жидкость Переходит В более Кислую Среду И в суставе Развивается Асептическое Воспаление То есть Воспаление Без проникновения В сустав Каких-то Внешних Факторов Само По себе То есть Как бы Как маленькое Болоце Оно Гниет И И вот Эта Суставная Жидкость Перестает Нести Свои Полные Функции Полностью Свою Работу То есть Она Не до Конца Отрабатывает Не создает Вот это Полное Давление В суставе И Не Полностью Перемещается Из полости В полости Потому что Сустав Чтобы люди Представили Он Не полый Он не такой Как мячик В нем Внутри Вода Там Много Складок Разных Много Ворсинок И Эта Жидкость Должна Между Ними Это Все Проникать Так Вот Если Эта Жидкость Имеет Не ту Консистенцию Не ту Кислотность Ну Это Все Из-за Кислотности Не ту Вязкость Вот Нарушается Ее Структура И состав И возникает Вот у нас В первую очередь Проблема Из-за Этого Что же Надо Принимать Да Ну Как я Сказал Зелень Это Ну Все Что Зеленое Листья Кроме Долларов Да Доллары Не едим Вот Едим Именно То Что Можно Купить И вырастить А Щавель Тоже Кислый А так В принципе Вся Зелень Нас Защелачивает Очень Хорошо То есть Всем Известно Питание По Макробиотике Это Японский Мастер Ниши Сенсей Ну И Также Известно Это в любом институте Преподают В любом санатории Перед едой Дают салат Сначала То есть Приблизительно Такие пропорции Если человек Кушает мясо То на 100 грамм мяса Должно быть 700 грамм салата 1 к 7 Чтобы Уровновесить Вот это питание Инь и янь То есть Мясо Будет выступать Здесь Как инская пища А зелень Как янская И Наша проблема Вся Ну Это по Макробиотике Это Дисбаланс Земной И космической Пищи Инь и янь У нас должно быть Все поровну Как сам значок Инь и янь Если мы кушаем 50% Инской пищи Значит 50% Должно быть Янской Но Содержание Инь и янь В разных продуктах Относительно Веса Разно Вот Если мы кушаем Картошки 100 грамм То на картошку Надо 300 грамм 400 грамм Зелени Ясно На мясо Больше Потому что Там В самом мясе Больше Инской пищи Понимаешь И эта таблица Есть в книге Можно ее распечатать И смотреть Там допустим В кашах Каша Где-то На 100 грамм Каши 200-300 грамм Надо Понимаешь Просто распечатать Повесить ее На стенке В кухне И соблюдать Вот эти пропорции Чтобы у нас Не было такого Что мы Переедаем Больше одной Пищи И уходим В сторону Кислотности Понимаешь В сторону Применения У нас В основном Все продукты Они инские Вот кстати От инской От инской Пищи Развивается рак Вот Это уже Даже не обсуждается От инской Пищи Так понятно Значит Про какую книгу Ты говоришь Чтобы здесь Как-то наших Слушателей Сориентировать Книга У меня есть Она давно Может ее И в интернете Найти Но я ее Как-то давно Купил Лет 20 назад Ниши Сенсей Макробиотика По макробиотике Питались Все древние Наши славяне Да и греки И египтяне Все питались Раньше По макробиотике То есть это был Как закон И люди И животные Они на интуитивном уровне Питались Так понимаешь Мы раньше были Ближе к природе Потому что не было Ресторанов Не было Макдональдсов Супермаркетов И за счет этого Такие примеры Я же говорю Из-за чего Это произошло Наше питание По сравнению С древностями Потому что Появились Современные магазины Кафешки Появились Что у нас По дороге Идем В Москве В Питере В Киеве Шурма Кофе С булочкой Беляши Чебуреки Правильно Кошмар Ну да А теперь Давай возьмем Хотя бы Время моего детства Это 70-е Года Я свое детство Проводил То одной бабушке То второй И вот мы идем У бабушки Черкасской области По полю Нам захотелось Кушать Рядом поле С одной Дорога Да И с двух сторон Там поле И там Там горох растет Там пшеница Пшеница еще зеленая Мы сорвали Колоски Вот эти На руку Их высыпали Помнишь Да Было Так что мне помнить Я вон выхожу У меня из берлоги Когда пшеница Колосится начинает И делаю то же самое И мы эти колоски Не пророщенные ели А что там Там белок Значит пшеница Она когда уже в муке Это плохо Но когда она в зернышках Это прелесть Это хорошо А с другой стороны Горох зеленый Это зелень Вообще сплошная Мы со шкуркой ели Понимаешь Вот Вот я о чем говорю Так это только Мое детство Я уже не говорю Там 100 лет назад 150 Это вот хотя бы Взять свое детство И что мы еще делали В огород бежали Собирали малину Собирали Яблоки Рвали Там понимаешь По деревьям лазили Шелковицу Абрикосы То есть питали Витаминами Чистыми Чистыми Вот И таким образом Мы Мы себя нормально Вот Я же не шел по дороге И не убивал курицу Не ел Понимаешь Вот Не знаю Не знаю Не знаю Это может и сейчас Такой пушистый Я Я же Посмотри Мое прошлое Посмотри Прошлое Своих Детей Знакомых Друзей Но вспомни Наше детство Мы так и делали Пацаны Девчонки Захотели Что-то сладенького Полезли Винограды Нарвали Вот Какого Еще зеленого Потому что Если ты зеленый Не сорвешь Конкуренты Слопают Залезут Ну он не совсем Конечно вкусный Скажем так Ну ничего Вот А будешь Долго Зубами щелкать И уже другие С соседнего двора Ребята Залезут Оборвут Все Так же же было Местами да Местами нет Но случалось Случалось да И вот сейчас Допустим Взять современные Города То есть идет Мегаполисы Разрастаются И мы От такого питания Отдаляемся Даже если мы зайдем Тут в супермаркет Ну я всем рекомендую Если проголодались Ну возьмите вы там Два яблока купите Или два банана Но опять же Яблоки и бананы Они не защелачивают Это тоже кислая пища Даже сахар Это кислота Понимаешь Нам чтобы защелачиваться Вот именно Надо много зелени Много-много зелени Вот От чего мы Отходим Есть очень Хороший способ Защелачивания Это яичная Шкурлупа Мы уже О ней по-моему Говорили Да-да Разные способы Говорили Но я хочу Сказать Один такой момент Мне написал Письмо Парень Что говорит Я пошел Сдал кровь На анализ И в крови Содержание Кальция Нормальное И вот он Говорит Что все Хорошо Я не переживаю Но так как он Не имеет Медицинского Образования Он не понимает Что в нашем Организме Есть такое Понятие Как гомеостаз Это постоянство Внутренней среды А кровь В нашем организме Она находится На первом месте По важности Правильного Содержания Этого гомеостаза То есть в крови Постоянство Внутренней среды Будет колебаться В таких Маленьких Пределах Что Не дай бог Если там Расхождение 20 сотых Будет То человек Уже может Умереть Поэтому если У человека Не хватает В крови Кальция Организм Начинает Автоматически Брать из Кальциевого Депо Откуда Из костей Зубов Ногтей Волос Понимаешь Вот И тем самым Организм Сам себя Будет съедать Кушать Вот Да в крови Будет норма Всегда То есть кровь Не покажет А вот потом Когда мы сделаем МРТ Мы обнаружим Грыжи шмор Для То есть на позвонках На самих телах Позвонках Такие будут Как янки Или сбоку Или снизу Или сверху Не важно У мужчин Как правило Снизу сверху А у женщин сбоку Почему у женщин сбоку Потому что С передней стороны Позвонка И с задней Прилегает Связка Спереди Она так и называется Передняя продольная связка А сзади тела позвонка Задняя продольная связка Да Ну то есть ты понимаешь Позвонок он круг Да Только со стороны живота Это передняя связка А со стороны спины Задняя связка Все очень просто Так вот Как правило Женщины Во время беременности Забывают Принимать кальций То есть вот этот Именно кальций Не в таблетках А яичная шкурлупа Природный Природный Да природный Забывают Принимать кальций А организм Ее ребенка Развивается Растет Косточки Очень активно строятся Растут зубки Волосы Ну в общем Понятно Весь организм строится И мама Должна отдать Этот кальций На строительство А так как она Забыла принять Ну по каким-то причинам Неважно Или не знала Или забыла То организм ребенка Начинает брать Этот кальций С самого большого депо А самое большое депо Это кости наши Понятно Да Ну костей-то больше Чем волос Конечно А связка Она вплотную Примыкает Именно К позвонку И так как Женщина Живот Имеет Вес определенный Имеет нагрузку То связка Она начинает Высасывать Этот кальций Буквально Вот со стенки И как правило С передней Больше Потому что прогиб У женщины идет назад Но из-за живота И в передней стенке Образуется Грыжи шморля Вот Это одно Из ответов Вот когда ко мне Приходят на прием Женщины со снимками МРТ Там видны эти грыжи Вот это Я объясняю Из-за чего они возникли Я когда вижу Грыжи шморля Я говорю Так вы кальций не пили Она да не пила Я говорю Вот поэтому Там дырочки Образовались У мужчин У мужчин Как правило Грыжи шморля Образуются Сверху Нашему позвонку Мощь Упругость Это железо То есть Сам позвонок Он состоит Не только из кальция Он состоит Из органических И неорганических Веществ Там еще есть Коллагеновые волокна Там белки Включения И так далее Но именно кальций Это его мощь Упругость Это металл В переносном смысле Железо Сейчас начнут Думать Что кальций Это железо Скажут Он еще и Типа химии Не разбирается Таблицу Менделеева Не смотрел И кальций Это и сравнивается Что это вот Как железо Для нашего организма Не Ну на самом деле Это и есть железо Ну Не железо Железо Это другой элемент Да Один из видов металла Я не так сказал Ну пускай будет так Да Один из видов металла Железо Феррум Это другой химический элемент Вот Вот поэтому Так важно принимать Всем беременным женщинам Обязательно Всю беременность Все время Кормления грудью Вот сколько женщина кормит Столько она должна Кальций принимать Ну и после Где-то кормления грудью Чтобы восстановить Потерю кальция Где-то еще С полгодика Надо принимать Как его принимать Женщинам я советую По чайной ложке Через день Можно В эту чайную ложку Добавить Сока лимона Выдавить Чтоб его лучше Расщепило Вот Деткам Принимать Можно вообще Выдавить В баночку лимона Лимонного сока И туда Насыпать кальция Пропорции Где-то Один к пяти Лимон Разъезд кальций И будет такая Жижа Белая Белая Такая Ну это Надо видеть Даже не знаю Как эмульсия Какая-то Мутнам Чайной ложечки Деткам Давать Я вот Своей дочке Даю Она Кстати С удовольствием Ее пьет Я ее Как-то раз Попробовал Я не могу Ее пить Вот Мне вкус Не нравится Она с удовольствием Еще причмолкивает Пьет Так ей нравится Я принимаю Просто Я взял Столовую ложку Туда Насыпал Где-то Около Чайной Ложки Выдавил Несколько Капель Лимона Ну взял Сколько Выдавил В рот Подержал Во рту Минутку Запил Водой И все Я так Принимаю Где-то Месяц Через Месяц Ну и то Не каждый День Через день Через два Через три И я заметил По своему Организму Если я регулярно Принимаю Кальций У меня утром Просто Перестают Хрустеть Колени Даже От нагрузки Вот когда Мы летом Ходили в горы В поход Пили летом Очень много Воды Вода Как известно Вымывает Кальций Из костей Мы после Похода Пришли У меня Жутко Хрустили Колени Я буквально Неделю Попил Так Хорошую Дозу Кальция И колени Сразу же Перестали Хрустеть Хорошо Давай Сейчас Мы останавливаемся На музыкальную Паузу Значит Подведем Итог Этого Нашего Получасия Первое Принимать Много Зелени Для того Чтобы У нас Было Защелачивание Организма И принимать Природный Кальций Это Первый Самый Доступный Простой Способ О чем Мы говорили В прошлом Эфире Это Скорлупа Яичная Которая Мелко Размалывается На кофемолке Или растирается В ступке И потом Ложечку Можно так Принимать Можно ее Лимончиком Обрабатывать Кислотой Только Природной Кислотой И Запивать Разбирать Тему Хорошо Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжай Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 16 февраля 2016 года Вторник По одному Из старинных 26 день Месяца В юг Истужи 7500 Двадцатого Лета Понедельник Почему хрустят суставы Такова тема Сегодняшнего эфира Главный ведущий Виталий Казакевич Казак Костоправ Итак Мы поговорили Про то Что надо кушать Много зелени Чтобы балансировать Если вы употребляете Мясные продукты Или продукты Которые Также закисляют Организм И употреблять Природный кальций Не в таблетках покупать А природный кальций Как делать Тоже уже рассказали Уже идут нам вопросы Уже идут какие-то Комментарии Так что Давай дальше Продолжим разбирать И будем потихоньку Переходить уже к вопросам Чтобы как-то наш эфир Переводить на общение С нашими радиослушателями Да Согласен Ну давай Заявленную тему Еще Обсудим О мифах Да Надо рассказать То есть существует Такой эффект Кавитации В суставах И вот давай Разберем Это миф И реальность Что это такое Ну я скажу Что это Английская теория Образование Пузырьков Газа В суставах Значит Я сейчас буквально Со своей статьи Быстренько процитирую Пузырьки Образуются При резком И неравномерном Изменении давления В суставной жидкости При движении При движении Преодолевающим Привычным Физиологический барьер Растяжение сустава И увеличение промежутка Между суставными Поверхностями костей Например При вытягивании Пальца Или кисти руки Увеличивается Объем суставной сумки Давление Резко падает Примерно На 2,5 атмосферы И суставная жидкость Закипает Представляешь Ну слово в кавычках Закипает Ну понятно Да Просто разряженные атмосферы Поэтому выделяется Но это по мнению Английских этих Теоретиков Газовые пузырьки Наполненные Азотом Кислородом Углекислым газом И парами жидкости Сливаются С друг Другом И лопаются С раскатистым Звуком При возврате Сустава В обычное положение Газ постепенно Растворяется В суставной жидкости Процесс Растворения Газов Занимает От 17 До 22 И новый треск Или хруст В кавычках Вследствие растяжения Суставной капсулы Возможен Только через Этот промежуток Времени Чаще всего Такие звуки Образуются В суставах С большими Суставными Промежутками Ну это колени Локти Да Такой вид хруста В суставах Встречается У растущих Детей И подростков У взрослых При начале Активных движений После малой Подвижности Либо при превышении Обычного объема Движений В суставе Аналогичные Звуковые эффекты Возникают В суставах На процедурах Остеопатии Или мануальной Терапии При расслаблении Мышц Удерживающих Суставы При резком Изменении Давления Температуры И давления Окружающей среды Профилактика Физиологического Круста Является Регулярная Гимнастика Но хоть в этом Они молодцы Регулярная Гимнастика Согласен Посидели мы За компьютером Часик Надо встать Сделать Маленькую И два часика И два часика Походить Ну согласен Едем мы За рулем После каждой Вот я лично Останавливаюсь После каждых 100 километров Выхожу Минут 10 Я делаю на свежем Воздухе Зарядочку Где-то Остановлюсь В посадочке И сделаю Обрыв связи Тут у нас Проблема С интернетом Я извиняюсь Не моя вина Но до нашего села Цивилизация Еще не дошла Значит Я говорил о том Что провести Доскональные Исследования Тяжело Потому что Все люди разные Да У всех разное питание Подвижность Заболеваемость И так далее Тому подобное Потому что Поэтому точно Установить тут Связь Очень тяжело Но я хотел бы Вот о чем сказать Что касается Хруста В позвоночнике Вот То есть Некоторые Люди Услышали Об этой Английской теории Кавитации Разрыва пузырьков И они Применяют Эту теорию К позвоночнику Позвоночнику Она совсем Не полностью Подходит Она Эта теория Больше для коленей Для локтей Для вот этих суставов Потому что Позвоночник Имеет немного Другую структуру И там Между суставами Есть диски Которые Прирощены К телам Позвонков Замыкательной Пластинкой То есть Если все наши Другие суставы Имеют Полую плоскость Да Там Есть жидкость Менискоиды Дисков там нету Вот Из этого Разность строения Из этого Эту теорию К позвоночнику Применять нельзя Так вот Очень многие Задают вопрос Почему хрустит Позвоночник Именно Вот Больше людей Волнует позвоночник Некоторые Думают Что Если он Хрустит Это плохо Что Что он не старый Что у них развивается Стихондроз Вот Что там Какие-то проблемы Необратимые Хочу успокоить вас Дорогие пользователи Не переживайте Вот Позвоночник Хрустит У всех И в собак И у кошек И у йогов Это нормально Лишь бы не было Боли Не было каких-то Неприятных Последствий И так далее И позвоночник Хрустит Во время правки Это тоже хорошо Единственный вопрос Как часто И Насколько это Неприятно Он хрустит Если он хрустит Неприятно И есть какие-то Такие Дискомфортные Явления То Надо его править Просто-напросто Это понятно Да Вот И хочу Сказать Что У многих Пациентов Я добивался Таких Результатов Что После Семидесяти Сеансов Правки Позвоночник Перестает Хрустеть Вот как У деток Вот Взять Допустим Маленьких Деток Два Три Года У них Вообще Не хрустит Позвоночник Так что Никакие Теории Кавитации Взрыва Пузырьков Не работают Да у них И колени Не хрустят И локти Что у них Суставов Газов Нету Понимаешь Вот почему Я считаю Эту теорию Мифом Да просто У маленьких Деток Еще не успел Развиться Астехондроз Артроз Еще они Не успели Закислиться Потому что Они кушают Молоко Матери А молоко С груди Оно Щелочное Даже у коровы Первый час Молоко Щелочное Только через час Начинают Эти процессы Окисления Бражения Вот А ребенок Сосет молочко Прямо с груди Вот У моей дочки Ничего не хрустит Я его проверяю Регулярно Как минимум Раз в неделю Потому что падает Она кувыркается Не хрустят Ни колени Ни локти Ни позвоночник Ничего Так что получается Пузырьков у нее нету Азот куда-то из суставов Улетучился Кислород Понимаешь о чем я? Вот Понимаю По моему мнению Хруст В суставах В позвоночнике Все-таки Зависит От Образа Жизни От Количества Физических Упражнений От питания Вот из этих факторов Которые мы уже Обсудили Повторяться я не буду Я думаю Это понятно Это моя точка зрения Мое убеждение Я могу это доказать На практике Я могу взять Контрольную группу Любых людей Вот Ну только Чтобы они Примерно Одинаково Одинакового возраста Были Питались Одну группу Я буду Править Правильно Кушать Мы будем Кальций Пить Зелень И они Через 10-15 дней У меня не будут Хрустеть А те будут И это могут Оказать На На любой Правке Очень легко Понимаешь Но в любом случае Если есть хруст Это говорит о том Что где-то Какие-то Застойные процессы Есть То есть Ты о чем говорил Что где-то Застой Нехватка Кислорода Закисления Связки Жесткие стали Леквата что-то Сдвигается Или наоборот И поэтому Что мы должны Здесь понимать Вот здесь Гриф пишет Вот интересно Скажется ведущий Нет о том Что проблема Хруста И кальция Следствие Малоподвижного Образа жизни Вкупе С неправильным Питанием Так вот Получается Что если Человек Правильно Питается Если он Двигается Нормально И если он Жизнерадостный И вообще По своей Такой Добродушный Человек То в этом случае Все нормально А если он Постоянно Чем-то Недоволен В жизни Если Живет Все что попало Если мало Двигается В этом случае У него Не только Хрустеть Будет Все Тело Но и Совести Будет Все хрустеть Ну да Совершенно правильно Хороший вопрос Я же уже говорил Что Именно мышцы Приносят Питание К нашим Косточкам Суставам Но есть еще Очень интересный Момент Если человек Мало Двигается То вот Как раз Вот эта Гиподинамия И гиподинезия Приводит К тому Что Та же Самая Кровь Начинает Из сустава Забирать Питательные элементы Из самой Косточки Понимаешь Вот Из суставной Жидкости Уходят Полезные Вещества И состав Ее Меняется И кость Теряет Свою Неорганическую Составляющую Компоненты Это кальций Понимаешь Это тоже Доказано Это Здесь Здесь Очень просто Очень связано Взаимно Друг с другом Дело в том Что в организме Как и в природе Все что не нужно Убирается Если человек Не мыслит То у него Мозг убирается Если человек Долго находится В гипсе То у него Мышца убирается Остается только Косточка А если Косточка Не испытывает Каких-то нагрузок В том случае Значит ей можно Пожертвовать Из нее Стройматериал Забирать Чтобы Куда-то Другое место Это все Взаимосвязано Как в мыслительном Процессе Так и в двигательном Поэтому Если вы хотите Чтобы были Здоровым Ваши кости Вообще Вы были здоровым Человеком То надо поддерживать Все В человеке Должно быть В общем-то Гармонично В нормальном тонусе Ну Отжиматься Несколько раз Там приседать Крутиться Двигаться С детьми Собачку заведите Побегайте по улице Не знаю Что-то придумайте Какие-то все упражнения Не просто садитесь С утра и до ночи За компьютером сидеть Так Ну с этой мы разобрались С кавитацией Какие еще есть теории Которые следует Нам как-то Только не очень много На них время тратить Просто как-то так Жалко время тратить На это на все Да я только хотел сказать Давай так Просто перечислим Выводы уже То до чего я дошел На моем сайте Могут прочитать На Или в группе Кто не согласен Могут дальше листать Я вот расскажу Просто выводы Коротко Тезисно И все Ранее считалось Что пузырьки Растворенного газа При резком прохождении Между суставными Поверхностями Могут самостоятельно Вызывать звук Однако сейчас Заказано Что они являются Являются следствием Хруста А не причиной То есть это уже Следствие А не причина Речь о газе Который выделяется При движении сустава Его существование Также оспаривается Рядом специалистам Это не доказано Еще Потом Задевание связками Выступающими Участка кости Чаще всего Плечо Бедро Запястье Носит глухой характер Это доказано Но очень редко Относится к позвоночнику Вот уважаемые слушатели Если вы слышите В плече В бедре В запястье В локте Глухой звук Это значит У вас Связка задевает За выступающие Участки кости Ну это чтобы было Понятно Дальше Звук порождается Растяжением связок И разрывом Внутрисуставных Сращений Тут даже думать Долго не надо Даже если речь идет О микронадрывах И микрорастяжениях Никакой организм Такой травматизации Не выдержит Такие звуки Возможны В основном При получении травмы Дальше Солевые отложения Вот мы забыли Сказать еще о чем Солевые отложения Подразумевают Наличие остеохондроза В организме Который при многолетнем Развитии Наносит очередной Вред всему организму Подробнее Можно ознакомиться В статье На моем сайте Об остеохондрозе Звук Возникающий Вследствие Разломов Остеофитов Во время Проведения Мануальной терапии Правки Издает Характерный Такой Скрежет Такой противный Это довольно редкое явление Но оно иногда Встречается И очень Часто Именно в моей практике Бывают люди Когда ломаются Вот эти солевые Отложения По научному Остеофиты И после таких Манипуляций Как правило Пациент испытывает Жгучее ощущение В месте Разлома Остеофита А также Болезненность Этого семента Во время Провки И где-то Еще в течение Нескольких дней Пока Вот эти Соли Не растают Ну я рекомендую Пить побольше водички И двигаться Их надо вывести Это явление Да В моей практике Я часто его встречаю И объясняю людям Почему Как Что надо делать Люди потом Выполняют рекомендации И все И все Восстанавливаются Но Самым вероятным Теорию Хрустов Суставов Именно Позвоночника Я бы Назвал Теорию Адгези Вот когда Тут мы Кстати О ней Забыли Рассказать Вот как раз И место Что такое Адгезия Понятно это Или нет Наверное Непонятно Да уж Лучше Расскажи Слипшиеся Вместе Суставные Поверхности Двух Позвонков При воздействии На них Мануальных Приемов Разъединяются И сдают Своеобразный Звук Потому что Между ними Есть Между этими Полостями Есть жидкость А жидкость Она Вот Пример Взять Два Листка Стекла Вот даже Стол Стеклянный Если есть Налей на него Водички И положи Другой Лист Стекла Плоский Чтобы он был Он Прилипнет Туда Правильно Когда-нибудь Да Образуется Пленка Очень тонкая Из воды Которая просто Не дает Не дает Ровный Лист Стекла Потом Очень тяжело Даже оторвать И вот Когда ты Отрываешь Если сильно Тут еще Стекло Может лопнуть Будет такой Пок Щелчок Это вода Просто Это звук Этой воды Будет Понимаешь Так вот Как раз У нас Между суставами То же самое Происходит Если Вот Щелевое Пространство Суставное Пространство Вот эта щель Очень маленькая Суставы близко Друг к другу Приближаются И там все-таки Есть суставная Жидкость И вот во время Манипуляции Или когда мы Дергаем Локтем Коленом Отдаляются Суставные Поверхности И вот эта Водичка Шпокает Понимаешь Вот То же самое Будет Вот Но Газ Вообще Ни при чем Это просто Звук Этой воды Ну Этой воды Хондроз Хондроз Это хряч Вот И то и то Оно изменяет Свою И форму И структуру Вот из-за этого Происходит Изменение И PH Фактора Всего И приходится Такую Дегизию Ну Я так скажу Грубо Разламывать На самом деле Есть Расшатывать Сначала Раз Раздвигать Ее Потому что Люди Вот сами Не знают Как позвоночник Правильно Расшатать Начинают Крутить Делать зарядку Но им больно Они останавливаются Вот и приходится Кастоправым Мануальным Терапевтам Преодолевать Вот этот Физиологический Блок И Разрывать Вот эти Дегизии Понимаешь И происходит Хруст Из-за этого Ну Вот это Моя теория Разрыва Адгизии Ну не только Моя она есть В сетях У других Ученых Можно О ней Почитать Набрать Там В интернете В гугле Адгизия Вот в принципе И все Ну хорошо Теперь можем К вопросам Переходить Да Ясненько Давай так По вопросам И пройдемся Итак Ищем Что у нас Было В самом начале Не читаем Всю Библию Где говорится В начале Было то-то и то-то Начинаем Сразу С нашего Вопрос в эфир От Владимира Измытищ Виталий Виталий Расскажите Почему при ходьбе Вверх по лестнице В стопах Что-то щелкает При каждом шаге Щелчок довольно звонкий Как от этого Избавиться Вот очень хорошо Что человек Описывает Какой щелчок Звук Потому что звуки Как мы тут видим Постоянно Мое время звука Глухие Звонкие Шпокающие И так далее Они имеют Своё клиническое Значение Вот Звонкий Звук Но во-первых Надо было бы Ещё хорошо Чтобы он написал Возраст свой И на каком этаже У него начинают щелкать Потому что это тоже Очень важно Вот Если у Человеку Уже За 50 И у него Начинают После первого этажа Болеть суставы То это Развитие Остеохондроза И в частности Артроза Голеностопного Или коленного сустава Вот Это изменение Суставной поверхности Нарушение Конгруентности Поверхности Окисление Суставной жидкости Плохая Вырабатываемость Этой жидкости Вот Это и приводит К артрозам И В суставах И что в таком случае делать Опять Пересаживаемся на зелени Поменьше едим мясного Чтобы защелачивать И спорта Да Я недавно читал лекцию В клубе здоровья У нас в Херсоне И у меня есть большое видео В интернете Где я об этом говорил От мяса надо отказаться И мою лекцию поддерживала Врач-генетик Мой друг Она учительница биохимии В нашем сельскохозяйственном институте Как раз кафедра Пищевой промышленности Она тоже мне сказала Надо отказаться от мяса Она поддержала Тот, кто не может Если хочет вылечиться Обязан Придется Если он ляжет в санаторий Или в больницу То его посадят на стол Диета номер 5 Есть такая в медицине Хорошая диета Ему не будут давать просто Мясных продуктов Соли не будут ему давать То есть вся пища Должна быть постной Не должно быть мясных изделий Не должно быть жареных Не должно быть очень тяжелых Для печени В основном это салаты Зелень Соки Надо избегать соков Многие сыроеды соки пьют Они себя сильно закисляют Соки лучше делать Вот зеленые коктейли К примеру Мы берем там сельдерея Там что там Петрушки Да На блендер измолотили Метка добавили И пьем С водой И вот так вот Все простенько получается И сколько это нужно Месяц, два Или постоянно Теперь уже всю жизнь Так придерживаться Такой диеты Для того Ну смотря какой степени Артроз Там 4 степени артроза Бывает На 4 уже бывает Суставы летят Делают операции Меняют Если степень это Вторая Третья То Я считаю Где-то полугодовая Диета Плюс Умеренные физические Нагрузки на сустав Без нагрузок Никак нельзя Надо суставу давать Нагрузку Как мы уже говорили Мышцы должны работать Они должны принести кровь Увеличение крови К суставу Помогает еще Массаж Или различные аппликации Из грязи Лечебной Я имею ввиду Грязь Ну как в любом Санатории У меня это Образование Физиорепритолог Я работал В санаториях Да и лечился Сам То есть Я то что видел То что использую Сам Всем и предлагаю Можно дома Использовать Аппликации Для колен Для голеностопов Очень хороший Рецепт О котором мы по-моему Говорили В том интервью Неумывакин еще говорит Делаем сильный Концентрированный Раствор соли И прикладываем Соль кстати Помогает лечиться Ну снаружи Если мы ее принимаем Очень хороший рецепт Вот Да Надо посидеть На диете Надо потихоньку Двигать Своими Мышцами Правильно Питаться Делать массажи Пить чистую Хорошую воду И аппликации Различные Вот Такой хороший Хорошо Следующий вопрос От Данила Здравия С ведущим Виталий Применяете ли вы В своей лечебной практике Для образования И воспаления Обмена веществ В хрящевых тканях Зеленые коктейли По Будаковой И что-нибудь подобное По лечебному питанию Благодарю за ответ Ну не знаю Какие По Будаковой Это только что Мы же говорили Как раз О зеленых коктейлях Я делаю Очень просто Дома что есть Зеленые На блендер кину Ну кроме щавля Перемолол Добавил водички Метка и пью Я не знаю По какому То мы В селе живем То что мы в огороде Сорвем То и кидаем Ну и зимой У нас оно заморожено Лежит петрушка Лежит укроп Лежат листья Сельдерея Сельдерея Листья вишни Можно Вишню срывать Не выкидывать Тоже морозить Я не знаю Какой это рецепт Просто Все Вообще Все зеленое Оно защелачивает Кроме щавля Все Рецепт простой Вот Ну примерно Так оно там и есть Просто добавляется Водички Немножко В зависимости Какие пропорции И так далее А так вообще Похоже В общем зелени побольше Да ну наверное Этот рецепт Везде Универсален Одинаков Его нельзя Изменить Кто побольше воды Нальет Кто поменьше И меда уже По вкусу Да Я по Китаю Мало Потому что Не сильно его люблю Так чуть-чуть Кинул Да и все Дальше От Владимира Измытищ Виталий Расскажите Какую именно Зелень Нужно кушать Уже говорил Ну кроме Щавеля В общем-то Да получается Так Да всю Зелень Да всю Всю и побольше Кстати зелень Для мужчин Очень хорошо Влияет на Органы Простаты На мужскую силу На выработку Тестостерона Это надо тоже знать Мужчинам Особенно петрушка Сейчас весна наступает У многих сорняки Полезут на огородах Вот вы знаете Что сорняки Просто так не лезут Лезут именно те сорняки Которые нужны Вашей семье В первую очередь И пока они молодые 90% Этих Сорняков Очень полезны Вот когда там уже Пойдет зелень на грядках Тогда уже от сорняков Можно отказываться Когда они станут Более грубыми А так вот весной Что угодно И лапник там А в мае можно Дуванчик срывать И стебельки Дуванчика кидать Да вот все Что у вас растет На огороде Знаете что В 90% случаев Это не то чтобы полезно Это еще и лечебно И особенно весной Давай дальше Вопрос эфир Если человек Ворочается во сне Это разве не значит Что у человека Что-то не в порядке Виталий задал Какой вопрос Ну про ворочение Во сне Я уже говорил Ворочаться во сне Полезно Для того чтобы Не передавливать Мягкие ткани И через них Могла проходить Жидкость Межтканевая Межсуставная Могла притекать Если постель У человека Удобная Мягкая Как у наших бабушек Были пуховые перины Я помню Вот еще То конечно Можно всю ночь Проспать в одной позе Но лично я Наверное уже забыл Когда я так спал Это наверное было Вот в глубоком детстве А так еще На нас воздействует Наша нагрузка Как мне кажется Психологическое Стрессовое состояние От работы От эмоциональных Каких-то перегрузок Мы живем В такой сумасшедший век Компьютеризации Мне кажется На нас это давит И из-за этого Сны у нас такие Дурные Плохие Мало свежего воздуха У многих Вот я по себе заметил Если я вечером Перед сном Выйду во двор Погуляю Хотя бы минут 10 Просто похожу Пешочком Вокруг дома Круги по наяриву По огороду Я потом хорошо сплю Свежий воздух И еще комнату Надо проветривать Если этого не сделаю Уже сон ухудшается Кислород Мысли Медитации Надо выкинуть Из головы Все лишнее Вот Как-то так Вот по поводу мысли Это самое главное Если правильные мысли То все остальное Так тоже устаканивается Хорошо выравнивается Дальше Следующий вопрос От Виталия У меня вопрос Разве сыроедам И вегетарианцам Нельзя молоко Про молоко Очень Очень долго Сложно Давай Вот как раз Про молоко Можно сделать Следующую тему Я считаю Можно Но молоко Молоко Если вы пьете Молоко Магазинное И там непонятно С каких Составляющих Она сделана Или с порошка Или еще Чего-то То конечно Но я уже говорил Свои отношения К магазинам Негативное Я стараюсь Вообще там Ничего не покупать Вот 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 у нас Молоко Сельское Домашнее Деревенское Я пью Такое молоко И заставляю Жену Мне давать Его сырым То есть Она Для Для семьи Кипятит Я пью Сырое С детства Всю жизнь То есть Сырое Это по принципу Сыроедения И как я говорил Самое лучшее молоко Я уже говорил Сразу Под кровью В первый час Когда еще Не запустились Процессы Окисления Ображения Вот естественные Процессы Первый час И молоко И сметана И творог Это все щелочное А дальше Оно конечно Уже будет закислять Это все медики Все биологи Об этом знают Мы кстати Это в институте Проходили Я это знаю Я не знаю Я наверное С детства знаю У меня еще Бабушка моя Был маленький Вот мы идем В 6 утра Она делает Сдой Ночной Она с собой Меня берет Она сдоет И прямо мне дают Кружку Парного молока И мне говорила Вот это молоко Самое полезное Поэтому я знаю Буквально с пеленок Об этом Именно вот От бабушки От родителей От мамы И каждый вечер На ночь глядя Я выпивал По стакану По кружке Молока Потому что молоко Это лунный продукт Я это тоже знал С детства Буквально вот С двух лет Когда перестал пить Материнское молоко Мне мать давала На ночь Перед сном По чашке Домашнего молока Всегда это было Вот Поэтому я о молоке знаю Вчера общался я С Неумывакином Иван Палычем Такой известный У нас есть Человек Много сделавший Для того Чтобы люди Начали За своем здоровье Думать И там как раз Был разговор О молоке Вот он сейчас Выпускает книгу Очередную Про молоко И кисломолочные продукты Если получится Мы сделаем с ним эфир И об этом Подробненько поговорим Чем же полезно И не полезно молоко И если молоко Не полезно То какое Если полезно То тоже какое Но до эфира Еще дело не дошло Так что Если получится То будете Слушать эфир И мы разберемся С этим вопросом Давай прервемся На музыкальную паузу И через 4 минуты Продолжим Хорошо Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 16 февраля 2016 года Вторник По одному Из старинных 26 день Месяца В юг Истужа 7500 Два Лета Понедельник Если у вас На календарике Даты совпадают И у вас Приблизительно По московскому Времени 21 час С небольшим То в этом случае Все хорошо Вы можете Задать вопросы Из чата Напомню Что чат Народного Славянского Радио В любом поисковике Вы можете найти Славомир.орг Это так он пишется Латиницей И дальше Ищите слово Чат Нажимаете Надо вам будет Зарегистрироваться Если еще не зарегистрированы Придумайте логин Пароль А если уже Вы регистрируетесь То выйдете Это логин и пароль И в этом случае Вы уже можете Пользоваться чатом Задавать вопросы В эфир И общаться С своими друзьями Также напомню Что на сайте Народного Славянского Радио Есть форум Где очень много Информации Хранится И вы можете Стать активным Пользователем форума И писателем форума Оставить информацию Также есть Первая Социальная Славянская Сеть Где все Аккаунты защищены И налево Никуда ваша информация Не уйдет Если конечно Не будет Такого глобального Взлома Ну что поделать Хакеры везде есть Однако мы гарантируем Что никому Ничего сдавать Не будем Итак Тема сегодняшнего эфира Почему хрустят суставы Главный сведущий Виталий Казакевич Казак Костоправ И мы отвечаем на вопросы От наших радиослушателей Сейчас я пролистаю К тому месту Где мы остановились И будем продолжать Вопросы задавать Вот тут девушка Беременна задает Вопросы Я прочитаю его Мы сейчас до него дойдем Так Значит про молоком поговорили И теперь вот реплика будет От грифа Кальций Кальций Он сам по себе усваивается Ничтожно мало Остальное седает На суставах Вот такое мнение У грифа Сразу скажу Что это спортсмен Человек активно двигающийся Поэтому у него есть Много представления О том как питаться Ну что скажешь по этому Не понял вопроса Что значит Ну кальций Если много кальций Употреблять То его ничтожная часть Усваивается А все остальное Оседает на суставах То есть он может быть Такой противоположный Эффект Когда у вас происходит Забивание суставов Мышцы Кальцием И наоборот Ухудшение Кальцинация связок Ну вполне возможно так Да Наверное он это имел ввиду Ну если он спортсмен И увлекается спортом Так же самое глубоко Как и я То я хочу его успокоить Я в спорте провел 30 лет Практически без перерыва Сам в прошлом тренер И в 2005 году Я проходил Трехдневный семинар Повышение квалификации Для тренеров И у нас там Один из них был посвящен Медицине И как раз суставам И эту медицину Вел кандидат медицинских наук Начальник нашего херсонского Физдиспансера Он как раз защитил диссертацию По именно яичному кальцию Добываемому с яичной шкарлупы И он всех успокоил 100% Весь кальций Который нужен организму Если мы будем принимать со шкарлупы Сколько надо Организм возьмет А все остальное Выводит почками С мочой Ну при условии Если почки Здоровые Нет какой-то Почечной недостаточности И так далее Тому подобное В своем видео Которое я выложил на ютубе Посвященную кальцию Я об этой проблеме Предупреждаю У кого есть почечная недостаточность У кого есть проблемы с почками Плохая экскремация кальция Надо посоветоваться С терапевтом Поговорить Сдать анализы И тогда уже принимать решение Или как-то дозу корректировать Ну это уже конкретная работа С врачом А если вы нормальный спортсмен У вас все нормально работает Моча не красного цвета Запах у нее нормальный Если нет рези в мочеполовых путях То не переживайте Все будет нормально Это гарантируем даже не я А кандидат медицинских наук Наш директор физдиспансера Ну я думаю такой ответ человека успокоит Хорошо Следующий вопрос Связанный тоже с этим же От Эдуарда А можно ли рекомендовать Применять кальций Для восстановления суставов Людям старше 50-60 лет Да Как раз Уже Научными последними исследованиями Доказано Что К 60 годам Кальций И какие-то хондропротекторы Они вообще не усваиваются Вот именно таблетированные В таблеточной форме А кальций С яичной шкарлупы Усваивается Из-за того Что в самой шкарлупе Есть те элементы Природные Которые помогают Его усваиваемости Поймите Вот То есть природа Она очень умная Она лучше сделает Чем любой химик В лаборатории Понимаете Это понятно Так Дальше Валентина Николаевна За этот вопрос Пользуясь случаем Передаю Валентине Привет Валентина Привет Это наши хорошие Добрые знакомые Итак Вопрос Виталию Верно ли говорят Что одна чайная ложечка Кунжута в день Может пополнить Суточную потребность Кальция в организме Ну Я много слышал об этом Мне постоянно пишут Тоже вконтакте На ютубе На сайте Ну Я как скажу Я делюсь своим опытом То что я видел То что знаю Вот как пример То что нам сказал Кандидат наук Который защитился Точно Если я услышу информацию От кандидата Которого я еще лично знаю На протяжении 20 лет И он не будет меня обманывать Я тогда вам точно скажу Пока Я слышал только Лично я слышал только Мнение Разговоры Лично Каких-то научных изысканий Я нигде не видел Вы можете сами поискать В интернете Порыться Почитать Какие-то иностранные Источники Форумы какие-то Я только хочу спросить Чайная ложка кому? Ребенку? Вам? Мне? Или дяде Который 170 кг весит? Понимаете? Вот Чайная ложка Для каждого организма Будет разной дозой Вот Ну и Во всяком случае Ничего плохого От этого кунжута не будет Ешьте его Ради Бога Вот А проще наверное Надо сделать Валентин Проверить Да Просто-напросто Возьми И вот так В течение месяца Ну грубо говоря Так с утречка И вот употребляй И посмотришь Есть улучшения или нет Если будут улучшения Поделишься с нами Если не будет Ну так тоже поделишься Скажешь А улучшений нет Да Я кальций проверил На себе На своей семье На жене Зубы ни у кого не сыпались Ни у нее Ни у ребенка А кальций нам никто даже Ой Кунжут Никто не советовал Вот Последнее время Его стали советовать В связи С развитием Сыреечества И вегетарианства Вот может быть Из-за этого На него мода Пошла Ну мода Она такая штука Сейчас она есть Завтра нет Давай дальше Вопрос В эфир от Владимира Из Матич Виталий Кислоту Кисту Бейкера Коленного сустава Реально вылечить? Смотря на какой стадии Были у меня пациенты С этими кистами Вот Значит Прилагали делать операцию Что я сделал Я вытягивал колено На своем изобретении На ладушке И она на третий день Лопнула Вот Кто? Ладушка лопнула Или киста? Киста лопнула Ладушка лопнет Не Один раз лопнул трос Я так тянул Человечка толстенького Трос разорвался Ну ничего страшного Я трос заменил А киста лопнула Причем Пациентка была врач Сама врач Мы избежали операции А вот Другой вопрос Как эта киста Даже лопнутая Будет Внутри сустава Рассасываться Когда делают операцию Ее удаляют Хирургическим путем А рассасаться Надо делать уколы Внутри суставные Делают их Не все хирурги И само лекарство Которое рассасывает Очень дорогое Вот Поэтому Сложный вопрос Этот вопрос Скорее всего Не ко мне А к хирургам Уже Те Которые будут заниматься Именно Коленом Потому что В моей практике Было всего лишь Вот Один случай С кистой Которую я взялся Лечить В результате Она просто Лопнула Потом Пациентка Делала уколы В колено Но уколы Были очень дорогие Она не потянула Отказалась И все равно Пришлось сустав Вскрывать Чтобы удалить Остатки кисты Вот Это как было Я рассказываю Опыта у меня Большого в этом Нету Моя стезя В основном Позвоночник Справка Шеи Позвонка Колени Как-то Я больше Ну были Разрывы Разрывы Связок Менистки Лечил А вот кисты Я не в курсе Поэтому тут Давать каких-то Серьезных Рекомендаций Не буду Честно Понятно Следующий вопрос В эфир Владимир из Калуги Хруст в шее Был слышен Даже рядом стоящим Каковы ее причины И что можете Порекомендовать Из лечения Хотя летом Травами Большую часть шума Убрал А это как раз Наверное пересекается С тем что ты говорил Зелени Стал больше есть И стало нормализоваться PH И кислотно-щелочной баланс И вот Хруст стал пропадать Наверное с этим связано Да Ну да Мы же уже говорили Что Отчасти Хруст зависит От защелаченности А вот Шум в голове Это Довольно Серьезная проблема И она связана Не только С PH-фактором Нашего организма Но и С работой Сосудистой системы С По-украински Кровопостачание Кровоснабжение Кровообмен Кровоснабжение Головного мозга Через Вертебробазилярный Бассейн И здесь Очень важен Такой фактор Как Есть такое заболевание Болезнь номер один Атеросклероз То есть Внутри сосудов Образуются Бляшки В первую очередь Это заболевание Носит системный характер Нашей цивилизации И неправильного характера Так вот Если у человека Образовались Внутри сосуда Системные Вот эти вот Бляшки Они как бы делают Стеноз Сосуда И происходит Слабое питание Плохой кровоток И к конечностям И к головному мозгу Из-за этого Может Возникать Шум в голове Так же Самый шум в голове Может Возникать Из-за Пережатия Артерии Артерии Задней Которые Проходят Через Шейные отделы То есть Вертебральная Артерия Ее могут пережимать Сдвиги позвонков Ну Кроме стеноза Изнутри То есть Это наружный стеноз Да Потом Ее могут пережимать Мышцы Воспаленные В частности Задняя Касая Мышца Головы Она прикрепляется К осистому Тросску С второго Позвонка Внизу И вверху К атланту К боковой Душке И вот При ее Воспалении Простуде Она набухает И во время Резкого Поворота В сторону В противоположную Она С той стороны Где напухло Может передавить Паравертебральную Артерию Вместе К компенсаторной Петли Между Атлантом И Ц2 Вот Потом Шум в голове Может возникать Из-за нервов Уже тоже доказано Проводили Испытания Исследования Посмотрели Что Когда человек Нервничает У него Происходит Спан Сосудов В голове Гудит Он за этого Еще больше Нервничает И еще Больше Гудит И в результате Вот такой Прочный Круг Потом Еще Могут Быть Из-за Дискоигенных Заболеваний В шейном Отделе То есть Это грыжи Шейного Отдела Или протрузии Большие Когда диск Теряет свою Силу Расплющивается И начинает Давить Или на Дуральный Мешок На спиной Моз На связки Или нервно-сосудистые Проводящие Пути Это все правильно Ты говоришь Но мы уходим Немножко от темы Нашего эфира Давай наверное Про нарушение Вот этих кровотока Мы поговорим В одном из следующих Эфиров Но там был вопрос О шуме Ну здесь был больше шум Я думаю хруст Шум Вот это вот Имелся в виду шум А ты уже там начал В то направление пошел Я не стал тебя прерывать До времени Все-таки Ты ответил на Многие вопросы Связанные с шумом В голове Но этому Надо ответить Тут нужна хорошая диагностика Просто хорошая Ну я думаю поговорим Мы как-то В одном из эфиров Дальше Следующий вопрос Есть ли связь Между остеохондрозом Лишним весом И повышенным давлением Физическую нагрузку Поэтому они быстрее Знашиваются Вот И меняют свою форму Будут не только хрустеть Но будут болеть Ныть на погоду Хрустеть И так далее Тому подобное В основном Поражаются поясницы Колени И бедра Голеностопы То есть Все что ниже поясницы Все поражается А остеохондроз Как правило И развивается Мы уже говорили Из-за малоподвижного Обра жизни И неправильного питания Посмотрите К примеру На дикую природу В основном Звери В дикой природе Не домашние В дикой Они не умирают Из-за болячек Они умирают Из-за того Что у них У хищников Зубы выпадают Они не могут Охотиться У лошадей Тоже зубы стираются Они не могут кушать Они из-за голода Умирают Понимаете Это уже Все зоологи знают Они двигаются И кушают траву Если собака заболеет Она книги не читает Но она знает Что надо выйти в поле И идти кушать траву Понимаете Вы же это знаете Не факт Не факт Встречал собак Которые пытаются Книги читать Ну ладно Дело не в этом Дело в том Что обратите внимание Что часто Люди Которые очень полные И им уже Где-то за лет 40 Они начинают Прихрамывать Это такая Появляется Гусиная Утиная походка Прихрамывание Часто жалуются На колени И так далее Вот это как раз Обратите внимание На их тучность Вот это большинство Тучных людей Писать такие тяжеловесы И еще Такую тяжесть Таскать Это страшные вещи Так дальше Виталий Здравствуйте Пишет нам Вера Тоже наша знакомая Приветствую тебя Вера Тоже передаю привет Беременность 25 недель Возникают боли В основном ночью В тазобедренном суставе Становится легче Когда встанешь И начинаешь ходить Что это может быть И почему И что можно И нужно делать Благодарю Ну вот Очень хорошо Как раз Я это объявление Увидел Девушка беременна 25 недель То есть Это уже Вторая половина Значит Прибавка в весе Должна быть уже Существенная О чем мы только что Говорили У нас каждый вопрос Заполняет следующий То есть Только что я опять же Говорил Из-за этого веса Идет дополнительная Нагрузка На поясницу На бедра На колени То есть Все что ниже поясницы Естественно Днем Испытывают Тазобедренные суставы Увеличенную нагрузку Ну Они еще тут Не раскрываются Не меняются Ни свои формы Они где-то После 30 недели Начинают менять Вот Но Что происходит Ночью Ночью Когда мы Обездвижены И лежим В горизонтальном Положении У нас Основная Межтканевая Жидкость Которая есть В нашем организме Суставная Она Застаивается Когда мы Ходим В вертикальном Положении Находимся Она равномерно Течет в ноги Сверху Вниз Под собственным Весом Падает Жидкость Вся Потом Во время Движения Когда мы Ходим Мышцы Работают Работает Мышечный Насос И венозный Насос Они поднимают Обратно Кровь Лимфу Жидкость Вверх И так Происходит Цикличность То есть Нету Застоя А в горизонтальном Положении Есть этот Застой Так вот Все люди У которых Есть Грыжи Протрузии В пояснице И которые Имеют Лишний вес А беременность Это лишний вес Плюс изменения В тазовых орган Будут испытывать Боль И дискомфорт И им Помогает Вот как раз Вот эта Ночная ходьба У меня таких Пациентов Было Не то что Много А море Я эту проблему Очень хорошо знаю Поэтому С уверенностью Можно Могу утверждать Что Проблема Есть в пояснице Вот Надо сделать МРТ Оно для плода Абсолютно Безвредно Вот Рентген вам нельзя МРТ можно И проверить Пока не поздно Есть ли протрузии В пояснице Вот Скорее всего Есть Если нету Тогда надо будет Проверять Тазобедренные суставы Но уже после рода Потому что там Рентгены Надо делать Главное Чтобы не было Протрузии В пояснице Это самое главное Уточняю Хочу вопрос Раз у тебя Море пациентов Таких было Скажи пожалуйста У кого это Больше всего выражено У девушек Сомревенного Вида Ускотазых Или У таких Стандартных Широкотазых Девушек У девушек Ускотазых У которых Ускитаз И у бабушек Вот Не ну про беременных Мы не про бабушек Говорим Я имею ввиду Мы говорим Про беременность Вот как раз Что чаще всего Какого плана Встречаются девушки Беременные У которых Начинаются боли В нижней части Те которые Все таки Ускотазы Современного Плана Джинсиках Которые Привыкли ходить Или таких Настоящих Русских Женщин С широким Тазом Нет Вот как раз Ускитаз Проблема Джинс Вот 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 Сосудов Которые Зажимают Сосуды И поверхностные Естественно Глубокие Искресильные Вот эти Какие-то Леггинсы Джинсы Они же передавливаются Те же самые Лифчики Все передавливают Вспомните Русь Ходили в широких Юбках Платьев Лифчиков Не было То есть Тут тоже Образ жизни Очень важен Тут как раз Вот не питание А питание Именно сосудов Из-за того Что мы их Не передавливаем Передавите руку Жгутом И посмотрите Что с ней будет Через неделю Тут понятно Все Вот ты ответил На мой вопрос Я плавно тебя К этому подвел Так не стал Встревать вперед А теперь поясню Свою точку зрения Первое Ты очень точно Отметил Насчет одежды Женщины всегда Одевали на Руси Именно сарафаны И юбки Да Широкая Это говорит о том Что во-первых Женщина Правильно развивалась Ничего не пережимала Внизу И девочки Девочкиного возраста И уже вот Когда подросткового возраста Никаких штанов Не было Поэтому Таз развивался Как правило В нужном направлении В нужных пропорциях Сейчас Современные девочки Которые В себя Пытаются Засунуть Такие вот Узкие Предметы Натягивающие на себя Что не свойственно Женщине Они себя Искусственно Совывают В Японии Или в других Каких-то местах Очень часто Девочек Ноги засовывали Такие маленькие Ботиночки И они В этих ботиночках Ходили Чтобы нога большая Не была Так вот Здесь происходит То же самое Так вот Болезнь Я недавно Я недавно общался Тоже с женщиной Которая у нас На эфирах Бывала Это Наталья Котлар Руководительница Нашего Аиста И она же уже Многолетняя И у нее стаж Там больше То ли 20 То ли 30 лет Она вот занимается С ней вопросами И как раз Вот задали вопрос А почему Такие проблемы У женщин Она говорит Выделяется большое Количество гормонов Когда вынашивается Плод И гормоны эти Позволяют Расслаблять Мышцы Связки И в этом случае Кости начинают Раздвигаться Кости начинают Дышать А естественно Если косточка Стоит не на месте Она узенькая Должна в широком Стоянии быть То в этом случае Пропорции тоже Начинают резко Увеличиваться А к этому Человек Женщина не готова Потому что С детства В другой пропорции Она росла И происходят Вот такие проблемы Физиологические Уже изменения Появляются боли Появляются Неприятные ощущения Мало того Ты правильно сказал Если это запустить И на место Не ставить Ни массажем Ни чем-то еще И вот так Оно будет развиваться До тех пор Пока гормоны Вырабатываются Они будут вырабатываться До самых родов И еще какое-то время После них То вы будете Постоянно ощущать боль Мало того Что болит Еще может быть Ну скажем так Неприятность Перерасти в более серьезную Так что Вот имейте в виду Девчонки Обратите внимание Наши бабушки Прабабушки Не просто так Ходили в юбках Не просто так Ходили в сарафанах Это было полезно И для верхней части Женщины Для грудной И для нижней Потому что Если вы С детства Все это передавливаете То в этом случае У вас И проблемы Все становятся Хорошо Давай дальше Благодарю тебя за ответ А еще хочу добавить Как раз Джинсы Они же узкие Они надают Полностью работать Полной амплитуде Бедра Ноги Они и в колене Жимают И в бедре То есть Если Сустав Не выполняет Полной амплитуды Для которой Он Предназначен Рассчитан Природой То он постепенно Теряет свою функцию И мышцы Не работают А только мышцы К суставу Приносят Питательные вещества Мы уже говорили Ну с кровью Вот Понимаете Вот А в джинсах Это невозможно То есть Как в джинсах Сесть там на шпагат Поднять Ногу Перелезть Через забор Мы все знаем Проблемы Джинсы рвутся Лопаются Не дают Вот А посмотрите На штаны Вот индусские штаны Широкие Ну женские Да Или у татарок Вот у них такие Внизу собраны Вверху А здесь Алладины Да Называются Они же тоже широкие Вот А ткань легкая Широкая То есть Я считаю Если хотите носить Штаны Носите эти Алладины Они очень легенькие И свободные И конечно Если вы относитесь К тем народам То вам надо одевать То что те народы носят Если вы относитесь К другим народам То одевайте То что другие А если к своим То давайте Свою будем носить Здесь вот гриф поправляет Не надо ля-ля Эта проблема Не сильно зависит От стройности Исключительно От подвижности У нас все девушки Бегуни Кокла не стройные Никто не жалуется При беременности На проблемы С защемлением С суставами Так мы же говорим Не про тех Которые спортсменки Мы говорим вообще Если ты скажешь Гриф Что все женщины Спортсменки Стройные То в этом случае И ты будешь ля-ля Говорить в данном случае У нас большинство Женщин Что такое спорт Не знают В жизни вообще Они только по телевизору Я же как раз говорил О гиподинамии Что джинсы Не дают полностью работать Спортсменки в джинсах Не бегают Я сам занимался Легкой атлетикой И другими видами Спорта И знаю Мы как раз и говорим Что узкая одежда Правильно Не дает двигаться Просто Она физически Не даст нам Амплитуду сделать Да Я закончу И когда подвижная девушка Вынашивает ребенка Прошу прощения У нее все суставы Разработаны нормально У нее там все находится В хорошем состоянии Тонус мышц хороший А когда эта девушка Скажем так Обычного такого формата Из обычной окружающей среды А не спортсменка Ну в этом случае У нее и мышцы находятся В состоянии В определенном И при раздвижении При работе гормонов Они очень сильно расслабляются И в этом случае Получаются проблемки Но мы с этой Я думаю с этим вопросом разобрались Давай дальше Да, хорошо Так, Виталий Виталий Какое у тебя отношение К работам Луизы Хэй О ментальных причинах Проблем позвоночника Есть ли, конечно, знаком Чуть-чуть Я читал работы Луизы Хэй Я больше Знаком С С работами Психосоматическими заболеваниями Это Томас Хан Вот У них чем-то даже Фамилии похожи Есть, конечно, проблемы Из-за психосоматики Это всем известно Но это очень долгая Глубокая тема Это доказано Согласен Вот Конкретно С работами Луизы Хэй Я сильно не знаком Но слышал Опровергать Ничего не буду И пока тоже Ничего не буду говорить Давайте лучше Следующий вопрос Хорошо Гриф не унимается Так это проблема Не только женщин Просто все Сводить к отношению штанов Не есть верно Григорий Дело в том Мы уже сказали Что если мы берем Спортивного С телосложения Человека Который спортом Занимается активно То вот эти все Штаны Узкость и прочее Они нигилируются Они уходят на нет При большой подвижности Ежели мы берем 99% населения Девичьего пола То в этом случае Тогда Женского пола То в этом случае Тогда Джинсы В обтяжку Они влияют Очень плохо На здоровье Надо же понимать Тонкость О чем мы говорим Мы говорим О том Что Есть сейчас На данный момент В большинства У большинства Девочки Пытаются залезть в штаны Показать свою развратность И тем самым Еще Помимо многих Других проблем Слышит себе Проблема в дальнейшем По развитию Вот о чем А про спортсменок Мы не говорим Давай Будем Сделаем передачу Отдельно спортсменам Где 1% населения Спортсмены Да 1% Два Занимаются спортом Да Остальные Вот мы сейчас Говорим об остальных Такого-то Определенного возраста Правильно Да А потом Другие проблемы Начинаются Так Дальше Меня хватило До 37 лет Ну вот 36 Дальше тяжело уже Гриф скоро К этому подойдет Вопрос в эфир От Владимира Измытища Виталий Про челчки При ходьбе По лестнице Ему 40 лет 71 килограмм 180 сантиметров Примерно На втором этаже Начинается хруст Питание обычное Мясо Минимизировано Примерно 200 грамм В неделю Где хрустит В коленях Да Нет Он говорил Что хруст Если хочешь Я к тому вопросу Вернусь И тебе сейчас Уточню Где он там писал Где у него что хрустит Да я вот вижу Владимир Щелчки При ходьбе По лестнице Не написал Где Ну смотрите Мы же уже Кто-то задавал Подобный вопрос Да Это он как раз Это он как раз И ответил На уточнение Что там В стопах он писал В самом начале А в стопах Да Да В стопах Щелкает Ага Ну вижу У него Сильно большого веса нет 40 лет Не сильно много На втором этаже Я и подразумевал Что после первого Начинается Но это артроз Это возможно Были перегрузки Суставов Гленостопа В молодости Может где-то бегал Как я Занимался Легкоатлетикой Падал Травмировал Наэкедо Растержения были И у меня тоже Иногда бывают Но очень редко Хотя мне 43 год Я старше И у меня Не хрустят Потому что Я пью воду хорошую Кальций постоянно А вот Я помню случай Был как раз Года 3 назад То есть как раз Мне тогда было Лет 39 Мы пошли в горы Очень много я ходил И у меня болели Не только колени Но и голеностопы И тогда хрустели боления Я приехал Попил водички С кальцием И питание Естественно Чуть подправил И все у меня Восстановилось Тут надо разбираться Были ли травмы Вот Я точно знал Что у меня были Я точно знал Почему они хрустели Почему болели Вот Надо вспомнить Свою молодость Может где-то Нога Соскочила Упали с велосипеда Зажала где-то Ну мало ли Старая травма Может давать И опять же Сделать можно снимок Посмотреть Скорее всего Артроз Есть артроз И уже Нам артроз мешает Посмотреть Какого характера Артроз Если он Травматический Одно будет лечение Ну Если Возрастной Артроз То это будет лечение Очень похоже Но чуть-чуть другое Там просто С физической нагрузкой Будет разница Можно Если человек Сделает снимки Мне вышли На почту То я могу дать Более конкретные Рекомендации Уже индивидуально Вот Благодарю Опять же Возвращаясь к чату Гриша пишет Что Почему в советские времена Женщины рожали Без проблем Нормы ГТО Потому что в школах Были На производствах Не были все Спортсменами И что ты раздуваешь Буду раздувать Во-первых Потому что В советские времена Не такие были Обтягивающие джинсы Это раз Во-вторых В советские времена Женщин джинсы Ходило меньше Это два Не было вообще джинсы Нет Были штанишки Но они были под женщин Они не были такие Мы вспомним Что джинсы появились уже Когда появился Интердевочка Вот в те времена То есть ближе к перестройке В 86 Да Вот Поэтому в школах ГТО И создавали ГТО переводится Напоминаю тем Кто не застал Готов к труду и обороне А если человек готов к труду и обороне Он физически здоров А это говорит Что так или иначе Он спортом занимается Поэтому давайте Не будем раздувать А будем просто мыслить Что было в советские времена И что есть сейчас Сейчас и бабушки И девочки Ходят в штанишках И причем в сильно обтягивающих И чем сильнее Тем круче А в советские времена Таких штанишек Обтягивающих для женщин Не было В юбках ходили в школу Ходили в юбках Да Девочки все ходили в юбках То есть штатура была Три раза в неделю в школе Да Три раза в неделю На тренировке одевали Или широкие трусики такие С резинками Или одевали Спортивные костюмы Опять же Не обтягивающие А такие более-менее свободные Поэтому говорить про ГТО Это надо Мне кажется правильно Два или три раза в неделю Заниматься спортом обязательно Это было в те времена Обтягивающих Не носили у таких вещей Все было по-человечному Более-менее по-человечески А можно добавлять? Конечно добавлять Вот в советские времена Я как сейчас помню Свою маму, бабушку и всех Женщины пол мыли Стоя на четвереньках Вот То есть Раком Грубо говоря в народе Сановились, мыли И там работал таз Вот И когда моя жена училась в училище Им Преподаватель Дал рекомендацию Если вы хотите Рожать хорошо Чтобы у вас хорошо развивались Бедра Мойте Пол Мойте пол Именно на четвереньках Почему я это знаю? Потому что Мы когда начали с ней встречаться Она Пришла в мою квартиру Стала мыть полы И я увидел Что она моет пол Стоя на четвереньках А многие моют пол Не руками с тряпкой А шваброй Или моющим пылесосом И так далее То есть Это тоже Социальный такой аспект Мы выросли У нас появились пылесосы Швабры Мы стали стесняться Брать тряпку в руки Становиться В колено-локтевую позу И работать Мышцами Таза Тела Корпуса Понимаете? Это тоже очень важно Вот Такое дополнение Помню Как-то мне кто-то рассказывал Говорит Моя бабушка Каждое утро Брала спичечный коробок Выходила куда-то Посередине комнаты Брала спичечный коробок Спички высыпала на пол Начинала Нагибаясь Каждую поднимала И клала в коробок Да Зарядка хорошая Вот такая была зарядка И многие женщины делали это Очень хорошо и правильно Раньше Не было моющих пылесосов Согласись Когда они появились? В советское время Не было таких пылесосов Вы что? Даже если был у нас тот пылесос Ракета Он так гудел Что мы им пользовались Раз в месяц Потому что Ну его в баню было И то чтобы соседу На это насолить Да Хорошо Давай следующий вопрос От Михаила из Москвы Как главный соведущий Относится к применению Аппликатора Кузнецова При рефлекторных методах Воздействия на организм человека На разные заболевания Хорошо отношусь Я помню В советское время Еще появился этот аппликатор Кузнецова Это 83-й год 84-й То что я помню Купить их было тогда Проблема Очереди сумасшедшие И мой отец сделал сам Он взял на заводе Резиновый коврик Толщиной где-то сантиметр Расчертил его линейкой На квадратике разбил Сантиметр на сантиметр И повбивал туда гвозди И сделали сами мы Такой аппликатор И лежали на нем Всей семьей И спиной И ногами ходили И это я прямо с детства помню Вот я был 84-й год Сколько мне там было Где-то так 85-й И ходили мы Это я помню В Мариуполе было Как сейчас помню Вот Ну тогда он скорее всего Еще Жданов назывался А не Мариуполь Да-да Тогда Жданов Сейчас Мариуполь И очень хорошо Что ты знаешь Нашу историю Вот Хорошо отношусь Сейчас еще есть Аппликаторы Ляпко Там еще лучше Он дальше пошел Он использует Иголки Разные Цинковые Медные Там железные Валики есть Катать можно Очень хорошо Массажик можно Делать Ими Пользуйтесь Только аккуратно Не пробейте себе Дырки Да-да Без Излишнего этого Фанатизма Да Хорошо Вопрос от Максима Первый вопрос Сыроедом Вегетарианцем Без потребления Мяса Рыбы Как быть С восполнением Хрящей И суставной Жидкости Какие продукты Предпочтительны Для этого Ну я по этому Уже поводу Говорил Снимал видео У меня есть На канале Ютуб Как быть сыроедом Так он называется Что-то Природное сыроедение И написал На своем сайте Emanualka.com Сыроедение Я рассматриваю Не столько Сколько Отказ От Вареной Пищи Всей Дело в том Что соленая рыба Это тоже сыроедение Она же не варится Вот Можете соленую рыбу Употреблять Если вам сильно хочется Ну то есть Если у вас нету Диеты какой-то Если вам можно Рыбу употреблять Пожалуйста Соленая рыба Потом Икра Рыбья Чем вам не сыроедение Она тоже Засолена Там Три дня Потом Я лично Не сильно люблю Сырую рыбу Я употребляю Яйца Специально Держу курей И Для того Чтобы восполнить Белок Я употребляю Обыкновенное Сырое яйцо Вот Курица Снеслась Я его Выпиваю Это самый лучший Набор аминокислот Из всех Что придумала Природа За исключением Грудного Материнского Молока Яйца Усваиваются Сырые Сто процентов И Самый лучший Белок Все Да Согласен Во многом Что ты сказал Зелень Белок Уже зелени Говорили Да И сам часто Похожие Делаю Второй вопрос От Максима Люблю Когда жена Ходит по спине Почти всегда При этом Ищая Несколько хрустов В грудном отделе После этой процедуры Всегда наступает Приятное ощущение Легкости Не вредно ли это? Не вредно Если жена Весит до 200 килограмм Я вот тоже Об этом Как-то подумал Чуть не поперхнулся Когда мысль мне пришла Ну как говорят Дураки думают Синхронно Да мы с тобой А просто Вчера по мне Тоже жена ходила Я просил Жена И дочка Они вместе Им нравилось Ну я это упражнение С детства делаю До сих пор живой Спина хорошо Прогибается Хорошо Не вредно это Если вес адекватный Нормально Главное Расслабиться И выпрямить Ребра спереди Вот именно Грудную клетку Потому что иногда Бываем ляжем И они сожмутся И потом Даже мелкое давление Дает сдвиг Именно В грудино-реберном Сочленении Спереди То есть Йоги Когда ложатся Берут руками Ребра в стороны Разводят Как бы Разглаживают Распрямляют И тогда прижимаются Полностью К полу И начинать ложиться Надо От таз Пупок Живот А потом уже Грудной дел То есть Выстилаемся Вот так И вперед Вытягиваемся Понятно Чтобы у нас была Вытяжка позвонков Раскрыта Грудная клетка И тогда Позвонки Будут вставать Лучше Им будет доступ Место будет освобождаться Ясно? Вот Ну все йоги Это знают Я занимался йогой Поэтому тоже знаю И плюс С детства Всегда ходим Вот Это хорошо Ходите на здоровье Хорошо Так И последний Вопрос Николай Если Об этом Говорили То не Зачитывать Какая должна быть Постель Жесткая Или мягкая При наличии Грыж И Протрузии Спине Но об этом Пока не говорили Так что я Зачитал Да Хороший вопрос Как раз По теме Касающихся Суставов Я там Буквально Вскользь Проскочил Какая должна быть Постель Так и знал Что кто-то Задаст Конкретно Для наших Суставов Особенно Для межпозвонковых Суставов Если у человека Есть Протрузии Или грыжи То постель Должна быть Мягкой Из всех Степеней Мягкости Самая мягкая То есть Вы покупаете Матрас Ортопедический И там Есть В 5 степеней Мягкости Вот Самая Самая мягкая Для чего Опять же Повторюсь Уже чуть говорил Для того Чтобы Твердая поверхность Не пережимала Естественный Кровоток Вот Чтобы лучше Происходила Трофика Тканей И мы Меньше Крустились Во сне Вот Меньше Меньше Дергались Потому что Иногда бывают Грыжи большие И лишнее движение Может раздражать Нервные корешки Или порез Связок Связок Быть Или сосудов То есть Мягко Хорошо И тут еще Николай Точнее Разогревать спину Нужно Перед хождением По ней Да Можно Зарядку Сделать Конечно А что нельзя Никому Никогда Не Помешает Можно Разогреть В буквальном смысле Солью Нагреть На сковородке Соль Положить В мешочек Потом Именно На кифозное Выпирание То есть На гор Положить его Пускай Прогреется Солью Можно Массаж Сделать И после Этого Суставы Станут Мягче Подвижность Их увеличится Потому что Они разогреются И ходить Ногу ставить Поперек Спины Не вдоль А поперек И как бы Ногами Перекатываться Вот так Это будет Вообще Хорошо И медленно Перекатываться И тогда Человек Будет Успевать Расслаблять Мышцы И диафрагму И в такт Дыхания Делать Вот такую Правку Семейную Вот у меня Даже есть Цикл Семейных Правок Пока Снято Было Три Видео И вот Как раз Четвертое Мы хотели Снимать Как ходить По смене Но так Руки Все не дошли Потому что Были более Важные Вопросы Вот Наверное Снимем Потому что Постоянно Задают О нем Вопрос Да Пора Чтобы руки Уже до ног Дошли Да Хорошо Кто У нас Не в чате Пускай Завидуют Тем Кто в чате Потому что Здесь Очень активно Обмен советами Идет Переписка Напомню Что в чат Можно попасть С сайта Народного славянского радио Славомир.орг Набрать в любом поисковике Народное славянское радио И вы здесь Оказываетесь На нашем сайте И дальше Вам нужно Просто Найти слово Чат Если вы еще Не зарегистрированы Регистрируйтесь Логин пароль Придумывайте Чтобы не забыть их потом И в общем-то Один раз это делается Потом Можете переписываться Кто-то мне сообщил В другом чате Что-то так с Григорием Общаешься Жестко Просто мы с Григорием Хорошие знакомые Поэтому иногда Можем так себе Позволить общаться Не переживайте У нас друг на друга Обид не будет В этом отношении Так Ну что Давай заканчивать Наш сегодняшний эфир Очень мне Тема понравилась Сегодня хорошо все поговорили Что в заключении Давай может быть просто прям Как вот Врач выписывает Рецепты Итак Для того чтобы было Вам нужно делать Это 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 Точка Будьте здоровы Точно Так и сделаем Для того чтобы быть здоровым Надо правильно питаться По системе Инь и Янь Вот Читайте книги умные Вот Пейте чистую воду Старайтесь как можно больше двигаться Вот Приводить свои мысли в порядок Перед сном И вообще по жизни Соблюдать Кое-какие рекомендации Касательно диет Постов Вот И Пить хорошую воду Обязательно Вода должна быть хорошей Природной Вот эта вода В пластиковых бутылках Это такой слабый яд Вот Потому что вода Это хороший растворитель И она растворяет Эту химию в себе Вот Женщинам Мыть пол Вы поняли как На четвереньках Не лениться Стараться Вот Позвоночник Править На массаже В баньку ходить Ходить на правку Хоть иногда Хоть два раза в год С детками Внимание Вот все надо заложить Еще с самого раннего детства С детьми надо очень хорошо работать Когда ребенок рождается Неважно как Нормальный Путем кесаря Его надо повести к повитухе Повитуха Делает детскую правку Там где-то 3-4 сеанса И вот эти 3-4 сеанса Позволят избежать Около 100 различных заболеваний Которые начинают Сосыпаться после 12 лет Ясно? Вот Хорошо Хорошо Буквально Все будет связано С костями С суставами Со всеми Это я точно знаю Потому что моя мать Тепровабка была повитухами Это я точно знаю И хочу вам пожелать Всего доброго Ну здоровья Это понятно Но хочется Чтобы не только здоровья А чтобы вы Правильно делали выводы Правильные Свои умозаключения Потому что сбить вас С толку может Каждый А если вы Уверены Если правда настоящая Она вам поможет Прислушайтесь К своему зову предков Своим инстинктом Вот тем вот Старайтесь представлять себя Вот Я всегда так делаю Если я в чем-то сомневаюсь Я начинаю так думать Как бы я поступил Если бы эта ситуация Случилась тысячу лет назад Вот Вот и все Или там Десять тысяч лет назад Вот Вот так вот Такой маленький совет Подписывайтесь На Канал Вот этот В чат Вступайте Принимайте дискуссии И будем постепенно разбирать Если что-то будет непонятно Все Спасибо всем За внимание Благодарю тебя То есть Другими словами Следите за анонсами За объявлениями Слушайте Переслушивайте эфир Другим рекомендуйте И будете тогда здоровы И счастливы Ну что ж Напоминаю Что сегодня 16 февраля 2016 года Вторник По одному из современных календарей По одному из старинных 26 день месяца Вьюг и Стужа 7524 лета Понедельник Мы говорили По теме Почему хрустят суставы Городинсоведущий У нас Виталий Казакевич Казак Костоправ До новых встреч Услышимся До свидания Народная славянская радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok